Приветствую вас на канале Хастамания на шестисотках. Мне очень приятно, что многие спрашивают, как же поживают мои сеянцы хост. Сейчас я вам сделаю небольшой обзорчик. Вы знаете, есть очень-очень красивые, все практически 98% вышли после зимы. И поэтому не буду затягивать и сразу начну вам показывать. Начну с фаворита по размеру прошлого года. Итак, давайте так, я внесу сразу ясность, чтобы потом не отвлекаться. Я сегодня вам покажу сеянцы, которые я сеяла в 2021 году, в октябре месяце. А возраст, ну вы уж там сами как-то прикиньте, потому что и тот, который будет постарше, я буду вам говорить, что это сеянец 2020 года. Значит, вот красавчик, вот, какой великолепный, стрекетный. У него такая жатость, он так красиво формирует. Посмотрите, какие у него черешочки. Ну, гляньте, у него все черешки толстые, посмотрите, просто толстые. Потом переходит это все в лист. Он уже в прошлом году был маленький, но показывал мне какую-то такую невероятную жатость. И вот тут вот тля набежала, тля набежала. То есть, я не знаю, как он будет. Вот в прошлом году листик был, ну, была вот эта кудряшечка, но сейчас это просто, знаете, что-то симпатичное до неприличия. Вот маленький сеянец, стрекетный, но он что-то такой вот слабусечка, тоже очень интересный. В следующий раз приеду, обязательно его пересажу. Я вам сегодня показываю интересные сеянцы, потому что не хочется занимать ваше время. Ну, вот это вот, такой вот обычненький. Перейду еще к одному, который просто, я просто от него, знаете, такой ух-ух-ух-ух-ух. Он мне выбросил цветонос, несмотря на свой возраст. И сейчас я вам покажу самое интересное. Ну, знаете, вы же понимаете, как рассматриваю свои сеянцы я. Я вам так показываю. А сама одеваю очки и выглядываю еще все самое интересное. И теперь смотрите. Сейчас я постараюсь навести ракурс. Вот я не знаю, не знаю, поймаю ли я, что у нас есть. У нас почему-то очень-очень колючий краешек. Вот он с таким вот зубчатым кантиком. Не могу я поймать. Вот тут вот, видите, вот такой вот. Ну, подрастет, подрастет, покажу. Вот как пилочка. О, пилочка, видите, вот. Нет, не пилочка, а ножниц. Вот, вот она. Так что вот такой вот интересный сеянец у меня. Сейчас я отодвину. Ну, в прошлом году я вам показывала сеянец с пластилиновым листом. Это сеянец на год старше. Он очень-очень медленно нарастает. Это сеянец Лайки Сайд Банана Бэй. Резинка. Резиновый лист. Яркий-яркий весь сезон. Из интересных, из интересных. Симпатичные, желтые, но желтые, в принципе, у меня все очень яркие, очень красивые. И перейду, вот еще парочку покажу. Вот еще парочку покажу. Вот какой красивый сеянец. Красиво развивается. Есть окрас. Окрас, конечно, не очень выражен, но все равно он есть. Вот это два моих счастья. Самые такие красивые. Этот был желтый, стрекетный. Но они, вы знаете, две крохи, которые, даже три. Вот это желтое чудо было. Но потом, вот когда подрастет, вырастет, посмотрим. И вот эти вот, вот эти два лилеи. Ну вот, брызгали деревья. Видно, что-то попало. Плюс приморозки. Короче, жду, жду свежий листечек. Из тех, кого не стыдно показать. Сейчас, вот еще одно стрекетное счастье мое. Посмотрите, какой красивый листик. То есть, стрекетные все великолепные. Стрекетные получились все просто сказочные. В прошлом году у меня были стрекетные. В этом году у меня из стрекетных всего лишь парочку. А остальные у меня получаются на красных ножках. Но там тоже очень... Это будет отдельный обзор. Так, и арбузик. Арбузик. Мой арбузик. Посмотрите. Вот я его показывала в прошлом году. В этом году у нас три деленки. Очень-очень плотный лист. Красивый зеленый цвет. И листик с возрастом вот так вот поднимается лодочкой вверх. Люблю я этот арбузик. Очень-очень-очень. Вот такой вот он. Бигантик у меня практически. Здесь у меня целая полосочка, которую я выделила своим сеянцам. Так. И что бы мне хотелось вам показать. Стрекетные много не буду показывать, потому что они, в принципе, однотипные. А вот там, где что-то было интересное, я вам уже показала. Мне хочется вам похвастаться, знаете, каким? Вот этим вот сеянцам от лимон-меренго. Вот смотрите. Раз, два. Это у меня бамсы. Это у меня габар. А лимон-меренго, это их родственница. Потом когда-нибудь расскажу. Хотя у меня уже было ведь. И вот я посеяла ее семена. И посмотрите, насколько схож лист, да. То есть чувствуется, что они родственники. И это более такой вот интересный светлый окрас. Я думаю, возможно, она даже приобретет потом желтый. Ну, размер, ребят, ну, честно, он поражает. Мне даже не верится, что... Ну, вот они совсем молоденькие. Им еще нет двух лет. Ну, да. Это второе их лето. Вот так вот я скажу. Это второе их лето. Опять-таки стрекетный. Опять-таки с плотным листом большой. Здесь немножко стрекетности. И сейчас я еще покажу вам парочку. Так, вот эти у меня спрятаны. Спрятаны от солнца. И мне просто хочется их немножко, знаете, поберечь от солнечных лучей. Поэтому они у меня стоят в самом тенистом месте. И солнца они практически не получают. Вот какой голубой. Это сенец Ice Age Trail. Голубой-голубой. Но они очень медленно, знаете, они очень медленно разрастаются. Сенец этого сорта. И практически он мне не дал, по-моему, стрекетных вообще. Или есть там парочку на данной списке. То есть вот такие вот сенецы получаются. А это у меня... Мне тоже очень за ним интересно наблюдать. Сейчас я прочитаю. А, вот тоже лимон-меренга. Смотрите. Смотрите, какой интересный. Он похож на... Мелки Мэй. Да, вот у него вот такой вот мелкая-мелкая штриховочка. Весьма мелкая. Может быть, все-таки то, что они рядом растут с его мамочкой. Ну, вот так вот и получилось. Так, вот такие вот получаются сенцы. И здесь у меня целая клумба сиротинушек, потому что у меня руки не доходят повычищать. Мне бы хотелось вам и здесь показать... Знаете, ну вот почему-то я его... В нем ничего такого, но я его почему-то очень-очень люблю. Так, пробирай. Вот он. Ну, такая вот мелочевка. Зеленый. В прошлом году были такие кудрявые-кудрявые листики. Вот, верю я в него. Мне кажется, что он даст что-то интересное. Вот еще один сеянец с мелкой-смелкой штриховочкой. Вот желтенький. Здесь вот такая вот ложечка. Ложечка и довольно-таки плотный листик. И есть третий. То есть это я уже забралась в дебри, знаете. Вот этот дал четкую окантовку по краю листа. Так. Чтобы никого не затоптать. А то мама слоник пришла. И сейчас деткам будет ай-яй-яй. Ну и в принципе все, да. То есть получается, смотрите, по окрасам. Зеленые, желтые, зеленые в разной тональности, плотности листа. То есть за один сезон... Боже мой, какой плотный лист. Обалдеть, вы слышите, да? Аж хрустит. За один сезон мы, конечно, ничего определить не сможем. Поэтому будем наблюдать. В конце сезона покажу. И еще обязательно сделаю вам обзорчик по сеянцам этого года. Они уже такие бомбесные. Просто нереальные. Картинка, конечно, не очень финальная. Давайте выберем что-нибудь более оптимистичное. Вот на вот этой вот милашечке я заканчиваю свое видео о своих сеянцах. Я прощаюсь с вами до следующих видео на моем канале.